Всем привет! Вот еще один видос из раздела домашний культурист и навременно из раздела супершняга. Давным-давно я хотел уже рассказать вам про этот вообще великолепный домашний тренажер. И вот настал его момент, миг, час. Всем известно, что пресс вообще шикарная мышца, что качать ее нужно, она красиво смотрится, там дамы ее любят, ну и тому подобные вещи. Ну и просто полезно для здоровья, когда у тебя накачанный пресс, пусть даже если его и не видно. Вот, есть способы, там все их знают, подъемы ног, подъемы туловища, то есть скручивания там различные, куча всяких вариантов скручивания есть к одной ноге, к другой, к двум одновременно, подъемы одновременно ноги и туловища, висе, подъемы ног, там различные тоже вариации. Я вам расскажу про вот такой крутой тренажер, отличный ролик, ролик для пресса он называется. Вообще я всякие разные вещи делал в свое время на пресс, раньше я вообще прям фанат пресса был, качал его очень много и так основательно, по некоторым там причинам, вот. И очень поздно я открыл для себя вот этот ролик, вот, к тому времени уже, когда, наоборот, забросил качать пресс. И вам я скажу, вот, из всех мне знакомых способов, я, конечно, не специалист, так просто любитель, очень такого маленького уровня, но я вам скажу, что это самый крутой тренажер для пресса, вот, на мой взгляд. После подъемов ног в висе, на перекладине, пресс на следующий день не так сильно болит, не так ты его чувствуешь, чем при непосредственно занятиях с роликом. Потому что, в принципе, вот я так подумал, когда ты поднимаешь ноги в висе, ты всего-навсего поднимаешь вес своих ног, но если только там отягощение повесить, понятно, там можно вариации делать, там можно максимально тяжело сделать, если что-то прицепить, типа, гири к ногам, но это крайне неудобно. Вот, здесь же ты, кроме силы тяжести, когда ты, сгибая, поднимаешь практически все свое тело, наверное, ну, так, на небольшую высоту, ты еще преодолеваешь силу трения, когда ролик трется, ну, в общем, очень такое хорошее упражнение, и кроме этого еще хорошо, ну, я, по крайней мере, хорошо чувствую, что укрепляются руки, непосредственно кисти и предплечья, как я говорил, очень важные мышцы. И еще у меня бывает побаливает даже спина, то есть там и спина задействована, все задействовано в этом простом элементарном упражнении. Вот, этот ролик в магазине стоит там 250, 100 рублей, 190, ну, где как, я вот сегодня увидел в магните за 194. Самый главный мой совет, не берите одинарный ролик, видите, вот здесь их два, или бывают еще маленькие-маленькие, я не пробовал, я пробовал одинарный, когда один, тоже две ручки и всего-навсего один. Вроде кажется, будет тяжелее, сложнее, интереснее, вообще ерунда полнейшая. Там настолько сильно задействованы мышцы-стабилизаторы, что ты быстрее выкинешь этот ролик, чем научишься нормально делать с ним пресс. Вот, ну и сейчас покажу две разновидности упражнений, которые я с ним делаю. Есть попроще для начинающих, скажем так, есть посложнее. Ну, и там уже сами почувствуете, сами поймете по себе, по своим ощущениям, то, ну, как можно сложнее, чтобы лучше прорабатывались ваши мышцы делать. Но я вам скажу, от меня лично, из всех мной изведанных упражнений, самое крутое упражнение на прессе, это вот этот простейший ролик. Итак, сейчас покажу, сразу прошу прощения, вот если у меня пузо висит и подобное, потому что я, как сказал, давненько уже не занимался всеми этими делами. Сейчас вот снова собрался начать, даже график сделал себе в телефоне посещение спортзала. Итак, сначала я показываю сложный вариант упражнения, потом покажу легкий. Я обычно делаю, ну, когда вот я сейчас занимаюсь, делаю сначала сложный вариант, и сразу же после него, после того, вроде как устал, делаю легкий. Делаю по 10 раз, ну, стандарт, у меня 3 подхода по 10 раз, ну, или там больше подходов. Короче, вот, смотрите, сначала сложный вариант, это стоя. То есть ты встаешь, роликом достаешь до пола и стараешься максимально под прямым углом держаться ровно и максимально низко опуститься, то есть выпрямиться в прямую линию с этим вот замечательным роликом. Руки еще советую держать немножко согнутыми, вот так вот. То есть не полностью, а вот чуть-чуть вот так, потому что большая нагрузка идет на локти, большая нагрузка идет на кисти и требуется, как бы, ну, в общем, я думаю, что можно даже повредить их немного. Короче, смотрите. Ставим ролик и поехали. Отойдем назад. Короче, вот в таком формате. Я тут уже поделал, видите, даже прилег немножечко на пол отдохнуть. Вот, это было, конечно, не запланировано. Вот, но что поделаешь? Ну, кстати, тоже нормально напрягся, встал. Самое главное, это сокращение, когда ты встаешь, ну, и, соответственно, дышишь, как удобнее, но я, ну, вроде как, все профессионалы советуют на сокращение, то есть когда ты поднимаешься в обратную сторону, выдыхать, когда ты разгибаешься, вдыхать, вот. Сейчас покажу более простой вариант для начинающих или для тех, кто вот ты сделал, например, я вот делаю, так вот 10 раз вот сделал на пресс, и сразу же перехожу к легкому варианту, скажем так, добиваю еще 10 раз, то есть это в такой формат, уже стоишь, встаешь на колени, и поехал, поехал, тоже, тоже самое. Ну, и, в принципе, делаешь сколько, сколько тебе хочется. Вот, можно делать и на максимум, можно там еще как-нибудь. Вот, я делаю 10 так, 10 легким. 10 так, 10 легким, и так три подхода. Вот такая вот супер шняга, вообще офигительный тренажер, простой, дешевый, и вот насчет пресса точно в зал ходить не надо, если у тебя есть дома вот такой замечательный ролик. Ладно, давайте, всем пока, давайте, тренируйтесь, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите, обязательно про гили тоже расскажу. Вот, ну и всем всего хорошего. Спасибо.